Еще раз здравствуйте! Мы продолжаем свой рассказ о происходящем на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Мы по-прежнему с вами в Диснейленде, в 30 километрах от Парижа. И сегодня нас ждет второй день уже мужского чемпионата мира весовой категории до 62 килограммов. Вот видите, какая идет активная работа в разминочном зале, потому как буквально через 5 минут начнутся соревнования в этой весовой категории. Здесь еще несколько лет тому назад, конечно же, выступал и выступал с дичайшим отрывом от всех своих преследователей. Все тот же самый Халил Мутлу, но потихоньку, потихоньку из Турции, но потихоньку представители азиатских школ тяжелой атлетики к нему подобрались. Ну и после его, после того, как он завершил карьеру в мировом спорте, здесь они законодатели мод. Хотя и сразу два турецких штангиста сегодня в этой весовой категории присутствуют. Это Бенниами Сезар и Хурсид Атак. Бенниами Сезар, чемпион Европы, приезжал к нам в Казань полгода тому назад, ну и там выиграл не с самым высоким результатом. Все-таки азиатские результаты здесь на порядок выше. В списке из 10 участников группы сильнейших в этой весовой категории есть и действующий чемпион мира. Это кореец Ким, и здесь же есть и китаец Джи Джанг. Соперенство Джи Джанга и Кима ни в коем случае не прекратилось на чемпионате мира. После чемпионата мира в прошлом году оно продолжалось еще и на азиатском чемпионате в этом сезоне. Впрочем, и на азиатских играх перед чемпионатом мира прошлого года. Также Джанг и Ким спорили друг с другом, ну и все споры на азиатских чемпионатах выигрывал Джанг, ну а Ким стал чемпионом мира. Обратите внимание вот на этого молодого человека, он еще очень молод, ему 21 год, это не возраст для тяжелой атлетики. Он на последнем чемпионате мира был четвертым, но когда-то в 2009 был и вторым. И Раван из Индонезии также очень опасен. А вот и Джанг, тот самый, который на азиатских чемпионатах выигрывал, ну а на чемпионате мира Джанг стал вторым следом за корейцем Кимом, который здесь тоже не одинок. Видите, еще один представитель Кореи, Северной Кореи, в этом случае это Южной Кореи, Джи Хун Мин, в составе, по его предварительной заявке, он вполне может попытаться пробиться сквозь серьезные... ...збавиться за медали. Ну а вот и два представителя Северной Кореи, Ча и Ким. Ким из них действующий чемпион мира. Таков расклад в этой весовой категории до 62-х. Не забудем и про Умурбека Базарбаева из Туркмении, хотя он на протяжении многих лет... ...эму никак не удается до медалей дойти, но в группе сильнейших он далеко не новичок. Итак, чем закончится сегодняшний день вот в этой весовой категории, я думаю, что сказать просто нельзя. Понятно, что соперничество будет между представителями Северной Кореи и Китая, прежде всего, но мешается ли и Раван, или кто-то другой, вопрос. Видите, победителей последних лет после Халила Мутлу здесь одни китайцы, 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 китайцы. За исключением вот последнего случая 2010 года, когда Ким из Северной Кореи китайца обыграл. И вот самый первый подход. Диего Салазар Кентерра из Колумбии. Из Колумбии здесь сразу два атлета с громкими винами, но Салазар Кентерра достаточно хорошо знаком в тяжелой атлетике, но вот до высот, конечно, медальных с такими результатами ему добираться никогда не удавалось. А вот и два турка. Один из них, так видите, появляется на помосте. Он был также на чемпионате Европы в Казани. Там занял третье место результатом 128 и 161. Честно говоря, с этим результатом мы, конечно же, здесь, на чемпионате мира, ему соревноваться с лидерами будет очень тяжело. В его активе есть и второй результат юношеского чемпионата мира 2010 года. Это уже все-таки мировое первенство. Но к тройке призеров курсит атак может подобраться лишь улучшив свои результаты, не иначе. 130 килограмм, пожалуйста, 130 килограмм. Бениами Сезар, чемпион Европы Казанского чемпионата, будет начинать 133 килограмма. Для старта Джи Джанг из Китая 140 и 140 Ки Монгук. Напомню, что этот чемпионат мира отборочный. И здесь отборочный перед Олимпийскими играми. И здесь, конечно же, риска, на который идут спортсмены, особенно в первых подходах, гораздо меньше. Но чтобы вот так вот с первых заявочных стартовых подходов очень активно начали менять веса, это бывает очень редко. Вторая попытка у Диего Слазар Кентерра. 127 килограммов он сходил первым подходом. Сейчас стоит на 131. Пусть с перехосом, пусть кривовато, но правилами это не запрещается. В группе «Б» сегодня уже выступали. И лучший результат в рывке у Данияра Измайлова из Туркмении – 127 килограммов. А лучший результат показан в группе «Б» у Хазби Мухаммада. Это 125 и 162. Он затолкал, тут 287 сумма. Но с таким результатом, конечно же, в тройку призеров по итогам выступления группы сильнейших попасть будет невозможно. Представитель Южной Кореи Джи. Собирался идти 133. Видите, но чуть опустился на 132 килограмма первым подходом. Не знаю, что такое почувствовали тренеры на разминке, дабы снизить стартовый вес для Джи. Обычно это именно с этим связано. Никаких турнирных интересов пока еще преследовать никто из участников не может. Вот уже и Умурбек Базарбаев здесь же. 134 килограмма он заявил для первой попытки. Ну вот и Беньями Сезар. Победитель Казанского чемпионата Европы. Те же самые 133. Беньями Сезар в Казани будет за 140. Но финальный третьим подходом. По всей видимости, сегодня к этому же результаты его и ведут. Ну, Беньями первый по сборке с 33 килограмма. Я думаю, что и на 140 он сегодня сходит. Насколько успешно, не знаю. Но попытка-то уж точно будет.